Сегодняшняя тема. Противники центров говорят о том, что с точки зрения медицинского обслуживания это бесполезные учреждения, поскольку в них никого не лечат. Сторонники радуются тому, что могут получить консультации специалистов, на которые еще недавно приходилось тратить деньги в частных медицинских центрах, основная задача государственных центров определить факторы риска и создать индивидуальную программу профилактики заболеваний, которым расположен человек. А именно на этом принципе основаны практически все программы антистарения, анти-АЖ, что используют сегодня коммерческие медицинские центры. Так что же такое эти новые для нас центры здоровья и для кого они предназначены? Медицина для здоровых действительно, перед этими центрами не стоит задачи поставить диагноз и уж тем более лечить. Они предназначены для здоровых людей и тех, кто считает себя здоровыми. Или для тех, кого что-то беспокоит, но они не могут понять, насколько это, что-то опасно для их состояния здоровья сегодня и в будущем. Аппаратура, которой оснащены эти центры, обеспечивает лишь скрининг, что в переводе значит «просеивание». Это поверхностное обследование, которое не претендует на статус диагноза, но способно выявить факторы, в той или иной степени представляющие риск для здоровья, в случае если человек не предпримет для его предотвращения мер. Каких? Об этом на основе данных обследования сообщает врач, учитывая образ жизни посетителя, режим питания, сна, длительность рабочего дня, резервы его организма, параметры физического развития и индивидуальную предрасположенность к возникновению конкретных проблем со здоровьем. Что и как обследуют в центрах? Обследование начинается на аппаратно-программном комплексе для скрининга оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма. С его помощь врач получает основную информацию о посетителе, измеряет его рост, вес, соотношение мышечной и жировой тканей, толщину подкожно-жировой складки, параметры сердечной деятельности, скорость зрительно-моторной реакции. Кроме того, оценивается темперамент, уровень стресса и способность сопротивляться ему, тип мышления, определяются ролевые функции в семье, на работе, уже с помощью этой информации, проанализированной компьютерной программой, у врача складывается определенная картина о предрасположенности к нарушению функциональных систем организма. Для уточнения полученной информации проводится дополнительное тестирование. Медицинское оборудование, которым оснащены центры, подобрано так, что один аппарат дополняет другой. На кардиовизоре, компьютеризированной системе скрининга сердца, быстро и точно определяется его состояние, норма, пограничное состояние, невыраженная патология, выраженная патология. С помощью этого аппарата врач видит проблемные области, получает информацию о выраженности и локализации очага изменений с помощью трехмерного изображения сердца, может определить наиболее вероятную патологию и степень ее опасности. Этот метод позволяет выявить такие серьезные патологии, как ишемическая болезнь сердца, прединфарктное состояние, определить причину аритмии. Допплерография на аппарате с автоматической системой измерения систолического артериального давления и расчета лодыжечно-плечевого индекса используется для диагностики заболеваний периферических сосудов. Лодыжечно-плечевой индекс – это показатель циркуляции крови в ногах, артериальное давление в области плеча и лодыжки измеряется и сравнивается. В норме цифры должны быть одинаковыми, а при патологии сосудов ног, варикозной болезни, например, давление в области лодыжек ниже, чем в области плеча. Обнаружение легочной патологии и оценка степени ее тяжести проводится с помощью спирометра, аппарат смокелайзер определяет содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, а метод пульсоксиметрии применяется для неинвазивного контроля уровня насыщения кислородом крови. Эти методы диагностики – самые популярные у курильщиков. Они позволяют оценить влияние этой пагубной привычки не только на собственное здоровье, но и на здоровье своих детей, которые поневоле становятся пассивными курильщиками. Вообще, больше всего обследования в центрах здоровья востребовано у курящих, которые часто после консультации решают расстаться с вредной привычкой. Это, кстати, подвигло Комитет по здравоохранению Петербурга на создание школ, в которых учат бросать курить при 44-й поликлинике Фрунзенского района и 95-й поликлинике Колпино. Биоимпедансный анализ измеряет показатели водного, белкового и липидного обмена организма, благодаря чему оценивается риск развития целого ряда заболеваний и метаболических нарушений. С помощью этого метода диагностики определяется биологический возраст, уровень общей работоспособности и физических резервов организма, что позволяет диагностировать и контролировать эффективность лечения сердечно-сосудистых почечных заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в центре каждый желающий может быстро измерить уровень сахара и холестерина крови, используя экспресс-анализатор. Задача, найти и обезвредить болезнь при создании центров, предполагалось, что в них будут обращаться не те, у кого уже болит живот или нога, а кто чувствует себя здоровым. Но, как известно, многие заболевания, в том числе и серьезные, могут до поры до времени не проявляться, поэтому чувствовать себя здоровым и быть здоровым, вовсе не одно и то же. В результате, многие посетители центров направляются на прием к специалистам поликлиник, в которых они расположены, для углубленного обследования и лечения. Тем, кому достаточно для коррекции состояния изменения образа жизни, питания, режима сна, приема витаминов и физических нагрузок, получают рекомендации врача на месте. Скажем, если у посетителя выявлена предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых проблем, ему составляется одна программа по изменению образа жизни с учетом его пожеланий, у другого, велик риск развития желудочно-кишечных проблем, он получает свои рекомендации. Результаты обследования посетителя и составленная непосредственно для него, карта здоровья, с рекомендациями по изменению образа жизни хранятся в базе данных центра. Эта карта выдается и на руки пациенту, в нее занесены также все данные скринингового обследования. Фактически она имеет статус юридического документа. Альтернатива приема у терапевта, несмотря на то, что последние годы на всех уровнях твердят о том, что легче сохранить здоровье, чем вернуть, что необходима профилактика заболеваний и их ранние выявления для эффективного лечения, человеку, не имеющему конкретных жалоб на состояние здоровья, обратиться было некуда. Точнее, как в известном анекдоте, к терапевту. А этот специалист, в свою очередь не понимал, что ему делать с пациентом, у которого нет ни жалоб, ни показаний для направления на обследование. Сегодня он может посоветовать такому пациенту обратиться в центр здоровья, чтобы измерить давление, сделать ЭКГ, элементарные лабораторные и аппаратные исследования. Если обнаруживаются проблемы, то на основании данных, занесенных в карту здоровья, врачи поликлиники непременно должны назначить всесторонние обследования. По необходимости специалист центра может посоветовать повторное посещение, скажем, через 1-3 недели, чтобы проверить, насколько эффективны его рекомендации, есть ли динамика на фоне изменения диеты и образа жизни. Как правило, после беседы со специалистом проводится дополнительное обследование в зависимости от того, какой орган или система подвержены риску. То есть главная задача сотрудников центра здоровья – помочь петербуржцам научиться внимательно относиться к себе, не допустить развития заболевания, а если это случилось, заподозрить его появление и рекомендовать начать лечение как можно раньше, чтобы не допустить его перехода в хроническое состояние. Кто может обратиться в центр здоровья? Обследование в центрах здоровья проводится бесплатно. Его может пройти любой житель Петербурга с паспортом и страховым полисом ОМС. Желательно на обследование приходить натощак. Как правило, посетители центров – люди, которые по собственной инициативе хотят обследоваться и получить рекомендации врача, пациенты терапевтов поликлиник, направленные для обследования, а также те, кому, по мнению врачей центров здоровья, требуется динамическое наблюдение за изменением состояния на фоне выполнения рекомендаций. Где находятся центры здоровья? В Петербурге отрыты 22 центра здоровья в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения города. Городские поликлиники номер 34-44-109-51-76-96-91-95-38-117-77-87-24-4114-107-60. Детские городские поликлиники номер 72-17. Детские поликлинические отделения номер номер 55-13-54-74-32. Консультативно-диагностический центр номер 85, консультативно-диагностическая поликлиника номер 1, Николаевская больница, городская больница номер 40, курортного района Петербурга. Ирина Донцова.